Приветствую всех на нашем канале Адольф Юрьев и наша команда. Сегодняшний момент легкий обзор то чего мы делаем это являются фрагменты коностаса мы подходим к завершению это верхняя часть купольного характера системы она отличается от всех тех канонических положений которые мастера предоставляют в рамках моей страны и других стран и коностаса потому что они выглядят по другому у нас имеет в себе чуть другое сопровождение сегодняшний момент мы продолжаем тем что мы сейчас коснемся легким моментом это продолжение волосы то есть как мы ее выполняем в каком ракурсе каким положением здесь есть у нас уже как бы завершенная слегка позиция потом она еще прописывается показывается как натуральность а сейчас поработаем поработаем по делу выполняем прорезные моменты для себя отделяем бусинки много мастеров данные действия отделяют не путем прореза исключительно положение сразу стамесками я выполняю это чудовием формате я сначала отдельно как вы видите я использую свои действия что очень-очень-очень острые даже большие такие ложки кстати у меня находится еще ударная стамеска но я хочу поработать без ударных надежных нарушала очень хорошо так работать рекомендую я уже представителям строя говорила здесь необходимо сделать обтекаемую форму почему потому что охват очень интересный но здесь режет руку даже если брать в ударном положении подчеркиваю она должна быть более удлиненной реально потому что неудобно потому что закрываешь автоматически необходимо целесообразно сразу говорю укрепить хорошо сейчас другой мастер это выполнил путем чего стамеска ударный характер вот и и и и и кстати с этой стамески вот это именно стамески мне кстати предоставила вообще компания стрый что самое интересное бог свидетель что я не обманывая эту стамеску проработал до бессомненно по липе я проработал ровно сутки я даже ее не заправлял вы знаете что я вам скажу что я сделал мне это стамеска вообще была предоставлена вот такой рукоятью как кстати хочу заметить компания файл предоставляет вот с такими вот с такой орундой глупой то есть почему здесь грани и кстати почему я ровно подошел и сбил эту рукоять потому что я поработал минут сорок минут сорок просто в прописных положениях работы что на интересном не начала болеть рука то есть не знаю как вообще граненый испокон веков есть принятое положение это капли которые являются очень удобные во всех отношениях так что не изобретайте не ломайте себе головы очень эффективно это такого характера рука не устает даже можно сказать данные рукояти автоматически производит массаж руки но это если так шутить а так в частности очень разно чистое так скажет вы выполняете силовые действия еще силовые не силовые реальные вот так вот обычно мастера работы по переворачивать мне допустим так не угодно почему я использую кожу вот так вот подтапливаем чуть ли губ в в в в в в Продолжение следует... 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 срез хороший срез хороший срез 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Вот почему, кстати, я говорю относительно рукояти. Потому что я работаю на уровне того, что получается я целое действие работаю. И вот если ручки какие-то выдуманные, надуманные, придуманные, не на основании практики, то рука очень устает. Вот почему они должны быть реально практичными, а не красивыми. Так что, производители, обращу на мое слово к вам. Перед тем, как делаете, думаете. Не лишь бы выпускать. Если обратить внимание на то, как сейчас моя рука и проще, везде моменты. Либо опорность двумя, либо упор, либо на себя. Вот почему берется. Либо от себя, либо как ручка прописной. То есть они должны в себе рукояти нести, даже большая. Вот когда берется. Вот. Точно так же она выступает в действии в двух. Точно так же и вот. Точно так же. Кто это там храпит на заднем плане? Ося. Устал охранять, решил поспать. Может хватит. Ося. Может хватит храпеть? Ты устал, я так понял. Надо охранять, а не храпеть. Именно охранять. Такие вот целесообразные ребристости создать. Придать эффект натуральности. Кто занимается моментами винограда, лозы и прочее. Они понимают, о чем я говорю. Потому что она должна нести в себе натуральную форму. Такие. Никак. Никак. таким образом получается поэтапно постепенно выполняем наш завершающий фрагмент иконостаса фактически осталось далеко немного тонировать оттенять но соответственно потом устанавливать как кое-кто не писал говорил что вы знаете на общем фоне потеряется честно говоря мне аж рассмешили почему потому что ребята которые говорят таким образом что на общем фоне потеряется я вам скажу сразу следующее наш иконостас который мы делаем оформляем оттеняем и прочее он у нас не может потеряться и слиться знаете почему потому что вы приняли представлять все ровно в тех самых моментах то что есть в иконостасах то есть вы их сливают в один единый цвет их не растеняет для того чтобы рассмотреть или иные позиции необходимо что сделать подойти очень близко дабы увидеть иконостас который нами предоставлен он в себе то что сейчас оператор снимает напротив вот висеть моментов оттененных мы отходили даже ставили его приблизительно на 30 метров вдали конкретно смотрели что самое интересное есть еще фрагменты отдельные купольные они в другой комнате находится под шлифовкой их просто видно и даже когда мы специально смотрели в храме где устанавливается иконостас наши пиля с растопы которые мы установили их просто видно понимаете в общем дело так что они однозначно не потеряются вы сами не видитесь в данном они будут иметь себе отличительную форму там все фактически будет заплетено винограде потому что насколько я не ошибаюсь и помню я очень хорошо знаю святое писание библию самый иисус христос говорил я есть лоза вы есть виноград почему в целом именно тема выбрана очень много винограда где-то согласен может что-то непредметно но потому что я вообще геометрист который осваивает моменты потому что в этих моментах я не силен говорю сразу то в общем не силен то я соответственно показываем мы с нашей командой чуть больше передаем свой жизненный опыт рабочие моменты так что поэтапно выполнять ту или иную работу ребята в особенности слова обращено для тех кто может где-то упал духом для тех кто только что-то начинает делать наберитесь терпения с какой бы вы работой не сталкивались продолжайте делать даже тогда когда вам говорят как недавно сказал один один из людей которые занимаются резьбой подходит к одному из профессионалов говорит и мог бы мне там объяснить там тот или иной момент он ему говорит ты знаешь да ну вот объясни мне кто-то тут это ты рисовать умеешь говорит ну как ну нет я особо это говорит ну чтоб ты мог делать тут это ты должен уметь рисовать вот так помоги мне объясни ну как вот здесь вот этот фрагмент нарисовать плати вот это сегодняшнее представление понимаете вот в этом беда и проблема не всегда все продается за деньги либо там за количественное положение чего вы боитесь не передать что-то что-то не объяснить но это неправильно даже сам господь бог говорил даром вам далось даром отдайте все просто если вы являетесь хорошим мастером то как говорится вы всегда и так будете востребованы и возблагодарены именно возблагодарены потому что жизнь она ровно как что посеешь то и пожнешь все эти данные ровно будете собирать данное я говорю откровенно открыто я заказами загружен постоянно вот реально постоянно потому что такого момента нету чтобы не было что делать чтобы не заказывали и прочее вот почему кстати я в одноклассниках скидывал обращение в таком характере что приглашаем мастеров ручной работы совместной работе переодоление тех или иных моментов к развитию доставляйте материалы давайте знакомиться давайте общаться давайте развиваться совсем скоро выйдет наш сайт на котором будет предоставлены не конечные результаты работ тех или иных где обычно все интернет магазины либо сайты предоставляют вот купите наши изделия нет мы специально для многих как и для начинающих и для средней руки мастеров предоставим своеобразные недоделанные работы где человек сможет их доделать до завершить ровно на основании тех своих знаний которые у него уже есть ровно на тех положениях которые мы показываем я думаю это будет очень оригинально я думаю это прежде всего будет доступно приемлемо потому что здесь эти моменты исключительно регулируемые здесь никто не вмешивается в этот вопрос и как там некоторые люди выразились ты посмотри целиком и полностью их купили стрельца вышел больные на голову что-то вообще за слова купили нам предлагают уже прорекламировать то или иной предлагают за это деньги мы не берем за это деньги если это хреновое грубо говоря и плохое мы ровно так об этом и говорим и свое лицо на основании данного никто не собирается портить тратить и прочее мы простые парни но у которых есть воля к большему мы живем честно мы живем исключительно посредством того что создаем своими руками все желаем ему большего но естественно как любой нормальный адекватный человек так что считаю что такой легкий обзор того как мы делаем он произведен думаю будет вам интересно не забывайте что 30 05 мы будем во львове приглашаю вас посетить как и выставку познакомиться с нами наша команда лично обменяться опытом и прочее 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 так что с наилучшими пожеланиями дольфью и финаша команда хранит вас всех бог не будьте строгими смотрите внимательно за дальнейшим развитием событий дальше будет очень интересно будет насыщенно все до следующую встречу